Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае Мама, я в Дубае, и пусть все об этом знают Здесь аутлоу покруче, че перфомат пусси, рай Чил на Джумейре, ага, мы на пикапе, ага Все по фэншую, строго по законам хамурапи Селфи, 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 черная Пандора, ага Шейхи, 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 белая Гондора, ага Пасный зверь в пустыне, да не буди во мне мастифа У тебя на пол шестого, у меня уж Буш-Халифа Реально хочется сделать себе подарок и взять эту тачку Прежде чем мы начнем, хочу вас обрадовать новостью, что викинги серьезно обновились Поучив новых шаманов и сотни королевств Теперь самое время залипнуть, так как там по-настоящему легендарные битвы с более чем миллионом участников Причем русскоязычных в игре более чем кого-либо А вместе придумывая стратегии по уничтожению иноземцев действительно весело И я даже не говорю про крутую 3D графику и ежедневные ивенты Почувствую снова тот восторг от лучших RPG и стратегий из 90-х и 2000-х, по которым мы все так скучаем В стиле Диабло 2, например Ты должен попробовать викингов Установи группу моей ссылки в описании и получи 200 золота и щит бесплатно Мама, я в Дубай Привет, братва! Итак, мы находимся в Дубай! Здесь аутлоу покруче, че перфом и пусси рай Чил на джумэйре, ага, мы на пикапе, ага Все повстушу я строго по законам хамурапе Селфи, 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 черная пандора, ага Шейхи, 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 белая гондора, ага Опасный зверь в пустыне, да не боди во мне мастифа У тебя на пол шестого, у меня уж буш-халифа Итак, все, мы подъезжаем в буш-халифе Как вы знаете, Илья Твикаруцким не задолжал сюда поездку У меня поездка должна быть полностью, все включено Ламба, должна быть ламба Ты оценил мои шуты, кстати? Я тут специально прикупил к Дубаем гуча Я из ламбы, которую ты арендуешь, должен выходить красиво Да какая ламба, не будет ламбы, ты запарил аренда суперкара Ты обещал ламбу Это ты себе обещал ламбу, я тебе ламбу не обещал Ну, суперкар дорогой будет? Да крутая будет тачка, ты охереешь Будет две крутых тачки, я сразу говорю Ты тоже покататься хочешь? Ну конечно, естественно Короче, все будет четко Но первым делом мы поднимаемся вон туда Первое впечатление, все развалено, нахер Нихера Ура Вот это нормальный вид Ну что я могу сказать, вид просто шикарный Очень круто, что здесь нет крыши Чувствуется полностью ветер, можно высунуть руку Можно высунуть камеру Теоретический И вот так вот стоишь просто на самом-самом краю И могу вам сказать, что это еще самый херовый вид, потому что вон там вот начинается небоскребы и вид еще круче Смотрите на сколько здесь крутые развязки и просто вот понатыканы дома Про что я говорил, то что они просто взяли и чисто в пустыне, где ничего нету сделали все новое, новые дороги, новые дома Короче, в любом случае, если вы приезжаете в Дубай, то обязательно поднимайтесь на Бурж-Халифу, это того стоит Выглядит очень необычно, считайте, просто в пустыне понатыкли небоскребов и теперь это просто центр мира Ну а сейчас совсем скоро уже подъедут наши тачки, спорткары и поедем кататься по городу Короче, смотрите на Гордея, я просто украл у него камеру для того, чтобы снять на его канал Смотрите, он в каком-то мусорном пакете привез зубную щетку и пасту и теперь в туалете В очках, в туалете, да, под контролем независимого эксперта в очках, чтобы они узнали чистить зубы Гордей, ну что, не хватило на жилье, да, в Дубай? Настолько модный, да, что в очках на жилье не хватило Итак, мы уже переоделись, очень жарко, плюс 37, это Дима, здорово, здорово Он нам будет предоставлять тачки и первая машина это GTR, мой любимый GTR, но... Что, но? Должна была быть Lamborghini Lamborghini? Должна была быть Aventador, братан Но, к сожалению, в Дубае всего 4 Aventador Два из них наши с Димой, грубо говоря, если так можно сказать И оба сломались Итак, у нас план такой Сейчас мы взяли GTR Едем на GTR и только что забрали вот этот вот ферыч И едем на специальную локацию Сука, убери камеру, ты меня смущаешь Почему тебе надо рукой снимать? Илья снова очкует, смотрите на него Да потому что он баран Смотри на дорогу На дорогу смотри Я с Ильей точно ездить не буду Блин, я с тобой это все Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Обожаете моменты Все, не очку, сейчас мы нормально погоняем Смотрите какие странные красные полосы Блин, в Дубае этой машине просто неловко Здесь куча камер Нельзя нормально гонять Сейчас, сейчас мы выйдем, короче, за город Там песчаная дорога И там может быть нормально пообжогывать Вы только посмотрите на это Просто какой-то форсаж И особенно вот это Это Феррари и есть мой сюрприз Вам нравится, когда я проигрываю в автоприговоре? Смотрите, какая организация Ставьте лайки, мы предлагаем всегда, чтобы он всегда проигрывал И организовывал такие поездки Я зря это сказал Отмотать, отмотать все на мой взгляд Короче, в нашем распоряжении сегодня Феррари 670 сил ГТР 600 сил Отличная дорога к пустыне У меня прям была мечта с детства Погонять, ну, в Дубае в пустыне, короче, суперкары Чтоб не было радара Да, нету радара Потому что в Дубае просто лютые штрафы там Как и везде, кроме России, на самом деле Ну да, у нас, кстати, круто Ну, в общем, мы нашли место идеально Где можно пообжогывать На одной, на другой Посоревноваться Посмотреть, какая из них быстрее Потому что, ну, хоть Феррари и Феррари Но ГТР, на самом деле, я думаю, не сильно уступает ГТР это суперкар В любом случае Самый дешевый суперкар Ну, самый бюджетный, я бы сказал Дешевый здесь не очень-то подходит Самый бюджетный суперкар из линейки суперкаров Это быстрая, крутая тачка, полный привод Блин, это будет круто, я уверен Гуччи гэй, гуччи гэй, гуччи гэй, гуччи гэй Гуччи гэй, гуччи гэй, гуччи гэй И так, вот она одна из мей сбылась Я знал, что если я выиграю в этом сезоне автоприговор То есть, я куплю Гуччи Кеды, я себе обещал такой подарок сделать Цена редкого вообще покупают когда-либо к той одежде Можно было купить чего-нибудь такое, ну, дорогое, ценное И вот она мечта Просто На дорогом спорткаре Садимся Так, надо пристегнуться, естественно Честно, год назад я просто и мечтать не мог, что буду в Дубае ездить на Феррари Первое, что бросается в глаза, то что здесь нет коробки передач Как задняя включается, вот на R? Да Нормально, назад, а можно? Капец, но в самом деле большая тачка такая мощная Вот эти вот крылья красные по бокам торчат Это просто форсаж, прям как из фильма, либо не фуспит Блин, какая она жесткая на самом деле Блин, какая она жесткая на самом деле Блин, звук нормальный такой Оооо, такая нарезка Блин, управление вообще идеальное, вообще не кренит Оооо, а че вернусь? Зацепа нету? Не, не сцепление Сцепина в спортивной Слишком много силы Шестьсот семьдесят сил Шестьсот семьдесят сил Шестьсот семьдесят сил Оооо, бля И люка сейчас есть справа Ну как он нормально, он уходит Ну как он не хочет А сварь плавит? Нормально Просто, смотрите, миллион лежачих полинфейсий Так, разворачиваться и обратно Так, сейчас надо будет сортануть с метра Уже 150 У этой машины просто после ста Только начинается разгон Такое второе дыхание Взрывы Мы сейчас едем 70 км в час Жмешь в пол и она ускоряется до 10 км Стрекл, Стрекл, на связи Так, 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 ну что? Как дела? Дела Офигенно, чувак Просто Офигенно Она так прет Давай ща развернемся и попробуем стартануть вдвоем Давай тогда с 30 км в час Смотреть и буду Блин, как мне нравится эта тачка Ну реально вот одна из месяцев сбылась Еще одна мечта это ламба На ламбе проходить Я ни разу вообще в жизни не катался И желательно не на самодельные Нормально, нормально, все Мы уходим После 170 мы уходим Блин, ну нормально Это не нашли не кататься Ну ладно, ты не волнуйся Все равно, если мы разобьем, то с нас страхуют Да ну нафиг, он меня делает Не, мы должны Дальше мы уходим Уходим 200 Все Просто Жесть Вообще Блин, это стоит Обязательно Короче Если вы приезжаете в Дубай Возьмите эту тачку Не пожалейте денег Это просто нереальное удовольствие Ссылочку я естественно оставлю в описании Рендкар Дубай Переходите Заказывайте тачки Просто офигенно Валят сейчас еще перевести на gtr, gtr это моя цель, то есть я реально хочу купить gtr и вообще не кринет тебя просто того ты едешь реально как по рельсам, вот это значит как по рельсам серьезно, сейчас в другую сторону а, просто так итак, погнали, ferrari 670 сил, разгон до 100 с нуля ооо, я сначала ведет, не, дай мне стрёмно да ну нахуй, не, не, а идет я просто лежу, как это было правильно, Давидыч, говорю, что нельзя давать людям, которые вообще ни разу на таких тачках не ездили это якобы я еще привык, сейчас в последнее время на x постоянно вжагаю так, еще раз, второй заезд бля, 100 Во. Всё, блин. Вообще очень быстро, реально. Ну, мне кажется, по ощущениям, где-то на 3.7. Вот так вот. У нас минус в том, что мы не можем резину прогреть, а здесь, мне кажется, наоборот, она слишком прогрет. Сильно. Слишком опасно. Асфальт просто горячий. Температура плюс 37, на улице жарко, резина горячая, и на мне кажется, ну, из-за этого ещё похожа цепь. Блин, офигенная тачка, просто офигенная. Сейчас поделюсь с Симон своим сылью. Чувак, чувак. Как интересно, да, что Гетер на старте-то. Помощный ходит. Да, тут подхвата на старте нет, но здесь 0,200 просто адское, я тебе отвечаю. Там скорость начинается от 100 км в час. Он дальше так же ускоряет, даже еще быстрее, наверное. На R8 вообще рядом не стоит. R8? R8! Но R8 была на Нюрнбург-ринге, что, блин, дает ей респект. Это машина, грубо говоря, она на второй идет, вот, и мы какой-то еще режим включил, я поехал, и у меня на 80-е начал жопу носить, на 80-е. О, он тебе стабилизацию подотключил, да? Ну да, и еще что-то там нажал. Ну, короче, мы разогнали до 80-е, я начал носить, я испугался, нахер, короче, выключился. Слушай, на GTR стабилизации ни в коем случае не отключай, сразу тебе говорят, ни в коем случае. Короче, я тачкой очень доволен, прям вообще, типа, офигенно. Ну давай, бедюлю. Вот что значит победа в автоприговоре, да? Короче, все, ты колебал болтать. Я сажусь в Ferrari и пробую ее. А я сажусь в свою следующую цель, это Nissan GTR. Какая у этой тачки все-таки классная жопа. Самое главное, это то настроение, с которым я сажусь в эту машину. И оно такое, то, что, как я уже сказал, мне хочется ее взять. Каким-то образом, я еще пока не знаю, каким даже сниму очки, чтобы нормально все взглядеть, посмотреть. Первое, что мне больше всего нравится, это именно что-то спорткар. Так как я пацан, мне нужна пацанская тачка не только на зиму, как икс, но и как бы на лето. Если честно, я вообще изначально хотел GTR, но просто денег на GTR тогда не было. Вот, и так там еле-еле, ну, смог кое-как купить себе икс, и то долго искал, подешевле, получше. Офигенная тачка. В Ferrari это точно тачка не на повседнев, на ней хорошо выехать, конечно, рисануться так, показать всем, ускориться, всех надрать, показать звук, который у нее просто мощный, такой нереально крутой звук, выхлоп. Но повседневно на ней ездить невозможно, ну, как мне кажется, она супер жесткая, супер неудобная, в ней вообще всего два места, нету ни багажника, ничего. В G3 4 места, она комфортная, как мне кажется, на ней можно спокойно ездить каждый день. 0100 без лаунжа, просто так Ооо, вот это подхват На самом деле Все, уже 150 В отличии от Феррари У Геттера очень любит этот, очень резкая Педаль газа, мне кажется на лето Это вообще самое то Ооо Поворотики Вот он, вот он подхват Бам, просто уже, уже, блядь Вообще она очень быстро, сейчас, стойте Я хочу просто, чтобы вы поняли набор скорости Так, 3, 2, 1 Жмем, раз И пошла, вот она, раз, 80 100, 130 Блядь, я не знаю, мне кажется Даже она быстрее, чем у Феррари Феррари она стартует, что-то там набирает И потом под 70 идет взрыв Мы вот с Геттером когда соревновались, только что с Илюхой Я его обгонял, только где-то На где-то 160, то есть 0100 Я уверен, что Геттер быстрее Давай, на третий гудок Феррари вообще сзади Илья походу только на самодельных пушке Ооо Ебать, у вас рвов Мы просто сливаемся с этой тачкой Все, Илья, стань, я только что слил Феррари Очень странно, потому что когда я был за рулем Идея, ну, я одел его на Феррари Прокатиться на Феррари Это была просто моя мечта А вот купить Геттер, это именно цель Особенно если его еще чипануть Чтобы он был хотя бы на стейдж 2 Ну что, расскажи об эмоциях, как тебе тачка? Блин, это... Аааа, это взрыв мозга, она круче, чем ломба, чувак Круче, да? Да, то есть то, что ты... Офигенный подрыв, да, после где-то 70 начинается Вот, она после 100 км в час выходит из себя Да, да, да У него вот разгон у него не от 0 до 100, а от 100 до 200 Да Тачка бомба вообще Короче, пацаны, я не знаю, поддерживайте меня, не поддерживайте Нормальный человек, конечно, на моем месте, в моем возрасте, конечно, влез бы в ипотеку И выплачивал бы себе ипотеку на однокомнатную квартиру Так бы, наверное, сделал любой нормальный человек, но только не Дим Гордей Дима Гордей, влезая в долги и берете в ГТР на 27 лет, на день рождения Реально хочется сделать себе подарок и взять эту тачку Какая-то сумма денег у меня уже есть Далее остается выбор, это либо продать Икса и взять себе спорткар на лето, вот такой Геттер Либо просто откуда-то на мутик день Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Просто всего один раз живем, что тянуть как бы На хату я себе еще наскребу, а вот как бы 27 лет иметь спорткар Какая-то настоящая какая-то, ну, мечтаться именно Я всегда мечтал, мне нравится эта тачка до сих пор Причем не обязательно даже вот еще это до 17 года Мне пойдет и 13-го Просто тупо охота Геттер и охота вот здесь и сейчас Пока ты молот и полный энергии и сил Гордей, я буду снимать сейчас тебе бессмысленные видосы Плес, партон, сука Решил еще напоследок немного прокатиться на Ферочи Чисто на память А это Тубай Вокруг нас сейчас, блин, тебя Гордей нам втопил Ну, блин, на этой машине ездить в городе, ему как-то жалко Ее прям дышит, дышит Не надо быстро разогнаться Ну, украина, мне кажется, особо кайф, как бы выехать в выходной день Так погонять, да, ну Просто поделать фоточки, половить взгляды Сейчас куда остановиться, это что море где-нибудь показалось Да, ужас Ну, а сейчас еще раз, через 5 секунд, мы снова строим Огонь, просто огонь вообще Давай, давай, давай Давай, бееееее Субтитры сделал DimaTorzok Ну и на этой ноте мы завершаем второй сезон автоприговора Спасибо тебе, Илюха, за такой сюрприз Да, к нам уже идет охранник, сейчас нас будет выгоняться в этой локации Короче, все было круто Дорогие суперкары в Дубай Главное, что если вы хотите тоже погонять в Дубай На таких тачках и еще на большом ассортименте Там и Ламба есть, то ссылочка будет в описании Обращайтесь, все четко И главное, цена, в принципе, нормальная, адекватная Ну, а кому понравилось видос, ставьте лайк И обязательно подписывайтесь на канал на новые серии И впереди еще будут новые выпуски из Дубая С вами был Дим Гордей, Илья Среколовский До новых встреч! На моем канале, на моем канале Субтитры сделал DimaTorzok